Привет, братья и сестры! Сегодня мы поговорим с вами об Александре Невском, о некоторых деталях его биографии, которые касаются нашей сегодняшней жизни. О нем известно не так уж много, но не так уж мало. Ну, расхожими стали его фразы, скажем, такие, как «Кто к нам с мечом придет, тот от меча погибнет». Это он сказал не сам, это стата из Евангелия, по сути, но она через фильм из Эйнштейна вошла в нашу плоть и кровь. Мы сегодня так говорим про всякого агрессора и говорим справедливо, кстати. Известна его фраза, сказанная перед выходом на битву с шведами на Чудское озеро, или, вернее, сначала на берега Невы, «Но не в силе Бога, а в правде». Это очень правильные слова, потому что Бог разбойникам не помощник. Бывает, конечно, грубое насилие, над слабыми бывает всякое в жизни, но, в конце концов, когда сталкиваются сильные противники, то Бог на стороне воюющих за правду. Многое другое Александр сделал и сказал. Но что интересно, у него в жизни был такой принцип укреплять границы на Западе и искать друзей на Востоке. Вот об этом я хотел бы сказать несколько сегодня слов. Укреплять границ на Западе. Для Александра это было очень важным вопросом, потому что ливонцы, тевтонцы, в общем-то, германские рыцарские ордена имели цель колонизировать сначала Север Руси, потом и всю Русь, причем беспощадно и безальтернативно. Либо латинский меч, либо латинская вера. Такой был клич у рыцарей-крестоносцев, и они, нужно дать им должное, последовательно, без икивоков, исполняли, претворяли в жизнь свои идейные принципы. Русским не было вообще ресурса для отхода. Либо латинство, либо смерть. Нужно было воевать. На Востоке, между тем, как ни странно, монголы и предшественники монголов, и последователи монголов, были гораздо более тонки, внимательны и иногда толерантны. Толерантность, братья и сестры, это не изобретение Запада. Толерантность – это гораздо более глубокое явление, которое имеет место быть в жизни разных народов, иногда более восточных, чем западных. Александр ездил на Восток неоднократно с посольством в Орду. Хан укланялся, говоря, что тебе Бог дал власть над миром, я кланяюсь к тебе, как к человеку, который управляет миром по воле Божией. И вот что интересно. Ордынцы, монголы, были весьма и весьма веротерпимы, в отличие от христиан Запада, которые иначе, как католическими, весь мир не представляли людей. Они шли, нагинали, рубили, казнили, жгли, вешали и приводили к своему, не имея никаких отговорок против дела своего. Вот что пишет, например, митрополит Макарий, известный историк церковный, о том, как жили монголы у себя в Орде, вели себя по отношению к христианам и другим верующим. О Гаюке, первом императоре монголов, после покорения нашего Отечества, известно следующее. Он имел при себе христианских священнослужителей, давал им содержание. Пред большим шатром его всегда была христианская часовня, в которой свободно звонили к часам и совершили службы по обрядам греческой церкви. Точно так же, дальше пишет Макарий, при великом Хане Мингу повествует, что он при дверях главного дворца своего имел церковь, где священники христианские отправляли богослужения без всякой помехи. Преемник Мингу Хубилай, или по-нашему Кубилай, зная, что Пасха – один из самых главных наших праздников, велел всем христианам являться к его дворцу, с собой нести Евангелие, которое он целовал, кадил Ладаном и присутствовал при богослужении. Тоже он соблюдал во все праздники сарацин, жидов и язычников. Нужно сказать, что монголы были многобожниками и весьма суеверными людьми. Они были терпимы ко всем религиям, исходя из страха перед неведомым. Они боялись, как бы не прогневать какого-нибудь из богов. Вот к примеру, что писал Чингисхан в книге, которая передавалась с поколения в поколение монгольским правителям. Он говорил следующее, что всякого жреца, всякого священника, всякого учителя веры в другом народе нельзя обижать, иначе небо прогневается на нас и будет нас казнить за это различными карами. В этом смысле монголы были гораздо более веротерпимы, как ни странно, нежели братья-христиане, приходившие с запада с латинским языком богослужения и с западным обрядом. Дальше пишет Макари. Интересно то, что магометаны, когда стали монголы уже, они не переменили обычаев, данных Чингисхана. И хотя магометан стапротизует на то, чтобы быть религией истинной и единой, они, однако же, не насиловали наших людей к перемене веры. За 240 лет татарского ига пришлось долгое время нам подчиняться власти магометан. Однако же многие магометанские ханы женили детей своих на наших князьях, выдавали своих дочерей за наших князей, за мужчин, а также наших девушек брали в жены своим князьям, смешивали браки и не препятствовали крещению. То есть были весьма и весьма веротерпимы. Батый фактически признал русскую веру, не выдавая ярлыка. При первой переписи в России, произведенной в XIII веке, он не обложил данью духовенства. От восьми ханов, предшествующих Узбеку, дошел от нас ярлык только одного, хана Мингутимира. Ярлык всегда на митрополиту Кириллу, в котором сказано, из наших, из монголов, то есть, кто, если веру их похулит или ругаться будет, тот ничем не извинится и умрет злой смертью. А кто закон их переменит, или иконы, или книги, или иное что, почему Бога молит, возьмет или испортит, будет наказан. Таким образом, толерантность была среди монголов, сначала язычников, потом мусульман, гораздо больше в ходу, нежели у наших братьев-христиан, которые заселяли земли выше Новгорода сегодняшнего, Пскова, там, где была раньше Чудь, Ливонцы и так далее. Вот те северные земли, которые сегодня населены Латвии, Литвой, Эстонией, а дальше финнами, уграми и другими народами. Интересно, братья и сестры, действительно то, что при, в Большой Орде, в Золотой Орде, в Каракаруме, в одной из столиц, ханов, было много христианских церквей, и ханы часто посещали богослужения, прислушивались к тому, что говорят христианские священники. Они ценили грамотность, ценили образованность, поэтому часто брали к себе на службу людей из христианского вероисповедания, что не могло не отражаться на их общем отношении к христианской вере. Ну, один тот факт, то, что ханы часто звали святых людей, таких как Петр, скажем, или Алексей, к себе в Орду для исцеления своих больных сродников, говорит о том, что они с доверием и большой верой, в общем-то, такой надеждой относились к молитвам наших святых, которые умоляли Бога в ответ на их просьбы и давал им Бог эту милость, исцелялись родные, тайдула, исцелилась по молитвам митрополита Алексея, прозрела, и был мир на Руси, и налоги были уменьшены, и так далее. То есть вот Александр Невский понимал это, он понимал, что нужно укрепляться на Западе, а друзей искать на Востоке. Вот странно. Странно, потому что нам сегодня дует в оба уха все средства массовой информации, что мусульманский мир дик, жесток, фанатичен, непримирим, это люди наших традиций, это люди, живущие дикими законами. Братья и сестры, это ложь. Средний мусульманин лучше среднего европейца. Он более смирен, более трудолюбив, в мозгах у него больше порядка, чем у среднего европейца. Он знает, что нужно иметь одну жену, может быть, даже две или три, но не сто любовниц. Нет, ни в коем случае. Он знает, что нужно иметь детей и воспитывать их. Он знает, что будет страшный суд. Он знает, что будет взвешивание дел, что будет ответ за прожитое перед живым и вечным Богом. Он умеет молиться. Он знает, что нужен пост и нужна милостыня. Об этом всем уже миллионы европейцев позабыли. Поэтому мы сегодня на раздорожье, на таком, значит, культурном раздорожье, где нам кажется, что вот Восток дик, а Запад страшно цивилизован. Я бы сказал, что во многих вещах Запад дик, а Восток цивилизован. Александр, по крайней мере, а у него ума не занимать, говорил, что нужно укреплять границы на Западе, а друзей искать на Востоке. Это не исследование историческое, конечно, для этого нет времени, но это некая реплика для размышления. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин